Небольшая лекция по поводу особенностей водно-некорректных нарушений в нейроанимации, но с учётом того, чему посвящён общий наш сбор, всё-таки будет обсуждаться нарушения водно-некорректных у пациентов с черепно-мозговой травмой и немножко присуборах недальных кровоизлияний. Пациентов с опухолями я сознательно вычеркнул из этой лекции с целью экономии времени. Кратко про анатомию жидкости. Внутриклеточное пространство составляет около 60% от общей жидкости в организме и что составляет 40% от общей массы тела. Внеклеточное пространство составляет 20% от массы тела и где-то 34% от общей жидкости, которая содержится в организме. Внеклеточное пространство подразделяется на внутрисосудистое, экстраваскулярное – это лимфоинтерстициальная жидкость И другие всякие синавиальные жидкости, в том числе. Значит, все эти секторы, содержащие жидкость в организме, разделены полупроницаемыми мембранами. Вот на этом слайде видно, что основным ионом вне клеточной жидкости является натрий, основным ионом внутриклеточной жидкости является калий. И вы видите, что основная жидкость содержится внутри клетки. Еще слайд, поясняющий тоже наличие составляющей вне клеточной жидкости. Она подразумевается, разделяется на внутрисосудистую жидкость и интерстициальную жидкость. На этом слайде видно, что наличие мембран в основном в организме не затрудняет перемещение воды. И в результате осмолярность всех пространств выравнивается. Это важно понимать при наличии и развитии водно-электролитных нарушений. Что такое осмолярность плазмы? Она рассчитывается по формуле двойная концентрация натрия, азот мочевины и глюкозы. При том, в норме, при наличии, при сохранной функции почек, при отсутствии сахарного диабета, осмолярность плазмы на 90-98% определяется концентрацией натрия. Объем клеток организма, в том числе клеток гипоталамуса, которые являются основными оспорецепторами, определяется осмолярностью плазмы. То есть, по сути дела, концентрация натрия. Важный момент, что объем вне клеточной жидкости, в том числе интерстициальной, определяется количеством натрия. Вот это надо понимать, что это разница. Концентрация и количество. Потому что на самом деле организм опосредованно знает, какое количество натрия содержится в нем. При том, что концентрацию и осмолярность, концентрацию, он регулирует очень четко, и она удерживается в узких пределах. Защита от дегидратации. Это, естественно, при дегидратации происходит повышение осмолярности, сморщиваются клетки осморецепторов гипоталамуса, усиливается жажда, увеличивается секреция вазопрессина, повышается уровень вазопрессина, задерживается вода. Ну и, соответственно, несколько модифицируется функциональное состояние рецепторов почки, которые отвечают за реабсорбцию свободной воды. При гипергидратации, обратная ситуация, избыток воды, осмолярность снижается, происходит увеличение отек клеток гипоталамуса, который реагирует снижением продукции антидиуретического гормона. Надо понимать, что антиуретический гормон маложивущий. На этом фоне происходит выведение свободной воды из организма. Вот это важная схема, которая объясняет нам, как жидкость из сосуда попадает в интерстициальное пространство и обратно реабсорбируется. Вы понимаете, что вот это полупроницаемая мембрана, о которых мы говорили, это сосуд, капилляр. Мы не будем детализировать происходящее явление, но основная суть в том, что большинство белковых молекул остаются внутри капилляра, им очень сложно выходить в интерстициальное пространство, хотя часть из них выходит в интерстициальное пространство. На входе из артерии, из артериола в капилляр, естественно, довольно высокое гидростатическое давление. Но онкотическое давление обеспечиваемыми белками остается в капилляре, и поэтому происходит некая разница, но все равно она позитивная. Вот результирующая позитивная разница, которая обеспечивает фильтрацию жидкостей и ионов, в том числе натрия, из капилляра в интерстициальное пространство. Дальше идет кровоток по капилляру, здесь венозный конец, давление снижается, гидростатическое давление снижается, а коллоидно-осматическое давление начинает преобладать. При этом возникает опять результирующее давление, которое притягивает свободную воду обратно в капилляр. То есть происходит такое постоянное выведение жидкости с последующим ее забором обратно в сосудистую систему. Естественно, есть некая дельта, которая остается, вот еще схематически это представлено, дельта, которая остается в интерстициальном пространстве, но она удаляется за счет лимфатического тока. Вот видно, что соль и вода, они мигрируют между внутрисосудистым и интерстициальным пространством. Здесь выведение с соль и воды на артериальном конце обеспечивается гидростатическим давлением, а забор жидкости или кролитов обеспечивается коллоидно-онкотическим давлением. Вот это замечательный закон Старлинга, гениальный, который был им описан. Кратко я скажу, мы уже коснулись разницы гидростатического давления, разницы коллоидно-онкотического давления в капиллярах и в интерстиции. Опять же, я хочу сказать, что основные белки все-таки остаются в капилляре. Есть понятие коэффициент отражения, который участвует в этой формуле. Коэффициент отражения – коэффициент Ставерман. Это очень параметр важный и интересный. Значит, еще раз, возврат жидкости электролитов из интерстициального пространства в основном обеспечивается капиллярной реабсорбцией. И если фильтрация гидростатическое давление превышает реабсорбцию, которая обеспечивается коллоидно-онкотическим давлением, включается избыток жидкости и небольшое количество белка дренируется лимфатическими сосудами и возвращается кровоток. Так поддерживается коллоидно-онкотическое давление, и это основной механизм, который препятствует развитию отеков. Дальше мы про отеки чуть-чуть скажем с вами. Коэффициент отражения Ставермана – ноль, означает, что мембрана в равной степени проницаема для воды и растворенной частицы, то есть фактически полностью проницаема. Если он один, мембрана проницаема только для воды и отражает любые частицы. В организме ситуация изменчива. Так в коже, мышцах, толпан кишечнике, головном мозге коэффициент довольно высок. То есть за счет этого мы видим, что хорошая отражаемость. За счет этого работают гиперсмолярные растворы, как дегидротационные растворы, потому что в норме натрий остается внутри сосуда. Конечно, здесь не описывается ситуация при поврежденном, при вычагах контузии, при разрушенном гематоэнцефалическом барьере, но ситуация, все-таки коэффициент Ставермана довольно высок в головном мозге. А продолжим, в печени он низок. Но здесь очень важен обмен и очень большая интенсивность обмена между сосудистым руслом и интерстициальным пространством. Отличие в коэффициенте Ставермана – это отличие структуры стенок капилляров и изменение в зависимости от разных условий. Так, при использовании глюк-кортокостероидов возрастает проницаемость капиллярной стенки, значит, коэффициент Ставермана возрастает, а проницаемость капиллярной стенки для макромолекул снижается. Значение коэффициента снижается, соответственно, проницаемость возрастает при различного рода реакциях, как стресс-реакциях, при сепсисе, при выраженной надпочечнику недостаточности гипотириозе. Отёк – это накопление воды в интерстициальном пространстве. Клинические проявления отёка развиваются тогда, когда у взрослого человека в интерстициальном пространстве накапливается более чем 2-3 литра избыточной жидкости. До этого клинических проявлений отёчного синдрома не существует. Если это развиваются быстрые дистрибутивные нарушения, и в силу капиллярной утечки происходит перераспределение жидкости из внутрисосудистого пространства в интерстициальный, то развивается неизбежность шок, потому что вы видите, что интерстициальное пространство свободно может принять 2-3 литра жидкости, а общее ОЦК, потеряв этот объём, естественно, реализуется выраженной гиповолимеей. Что важно? При увеличении солевой нагрузки натрий накапливается в сосудистом и интерстициальном пространстве. И он уходит в интерстициальное пространство. Вы помните, что организм очень чётко поддерживает норму концентрации натрия в плазме крови. Однако он довольно медленно и с задержкой оценивает содержание натрия в интерстициальном пространстве. Если пациенту дать избыточное количество натрия, то он его перераспределит в организме, и это реализуется ещё дополнительной задержкой жидкости в интерстициальном пространстве. Как осуществляется экстреция натрия? Этот процесс сложный. Организм оценивает комплекс изменяемых параметров. Прежде всего, эффективный внутриартериальный объём крови, сложная нейрогоморальная регуляция, много сенсоров, много участвующих гормонов, очень активно участвуют почки со всеми вариантами перестроения кровотока почек, с использованием альдостерона, ренин-системы и много эффекторов. Объёмные сенсоры, все сенсоры, которые реагируют на растяжение. Сердечно-лёгочные – это растяжение предсердий, желудочков, интерстициальное давление лёгких, артериальное давление в дуге аорты, на тратитных телецах печёночные и почечные. Организм оценивает эту совокупность и после этого направляет свой гуморальный и нервный статус на увеличение почечного кровотока и на усиление выведения натрия из организма. Иксреция натрия возрастает при увеличении трисосудистого артериального объёма крови. Концентрация натрия. Фактическая концентрация. Один сенсор – это всего лишь гипоталамус, один гормон антибиуретический и один эффект. Вот так чётко и просто регулируется концентрация натрия в плазме крови, а общее содержание натрия в организме регулируется очень сложно. Теперь по клинической части. В принципе, для всех клиницистов, и для рейматологов, и для хирургов типична недооценка вероятности развития водных нарушений при черепно-мозговой травме, субраконодальных раздвижениях и опухолях головного мозга. Натрий свыше 160 мм на литр в три раза повышает риск летального схода у пациентов в критических состояниях. Вот гипогипернатриемия и как проявляется изменение общей мозговой симптоматики. Как гипонатриемия, так и гипернатриемия могут вызывать различного рода общемозговые изменения. Наша цель – это защитить первично повреждённый мозг данной ситуации, в нашем с вами случае это черепно-мозговая травма, от одного из ведущих факторов вторичного повреждения – гипергипонатриемия. Основные синдромы. Центральный несахарный диабет – это синдром, сопровождающий развитием гипернатриемии, и гипонатриемический синдром – синдром неадекватной секреции вазопрессины, и мозговой соль-теряющий синдром. Вот ещё раз схема динцефальной области, инфундиболиум, стебель, гипофиз, вот здесь гипоталамус, вот здесь синтезируется в передних ядрах супраоптических, антидиуретический гормон, потом по акционам транспортируется, здесь выделяется в кровь и осуществляет свои эффекты. Центральный несахарный диабет. Дефицит антидиуретического гормона различной причины. Что происходит? Происходит развитие полиурии, вода не задерживается, вода уходит из организма свободная, а натрий остаётся, возникает гипернатриемия. Снижается ОЦК, возникает гипернатриемия. Обезвоживание с гиперосмией гипернатриемии. Терапия. Понятно, что мониторинг, понятно, что инфузионная терапия при гипернатриемических состояниях, при этом классический вариант для пациентов без черепно-мозговой травмы – это раствор глюкозы пополам с натрием хлоридом, физиологическим раствором, с добавлением калиохлоры. При эпизодах полиурии расчётный дефицит жидкости восполняется раствором натрия хлорида 0,9% физиологическим раствором. Вот формула. Её никто не отменял, она помогает клиницистам ориентироваться в том объёме, который необходимо восполнять у пациентов с несахарным диабетом, с потерей жидкости. Она простая, она приведена во многих руководствах, и она абсолютно работающая. Так, у пациента с несахарным диабетом, с потерей воды, с полиурией и с развитием гипернатриемического состояния с повышением натрия в плазме до 154 ммоль на литр, дефицит воды составляет 4,1 литра. Препараты вазопресина, имеющиеся в настоящее время у нас в стране и которые мы используем. Есть таблетированные формы минирин и есть пресайнекс, это спрей для использования в носовые ходы или на слизистую щёк, который минует желудочно-кишечный тракт. Ну, в принципе, в ряде ситуаций это удобно, потому что есть пациенты, которым требуется, предположим, у нас в клинике использование во время операции, при тошноте и рвоте, и довольно удобно. К сожалению, нет паранатриальной формы, которую мы можем водить внутривенно, хотя в мире она существует. Гипонатриемия. Два принципиальных синдрома. Синдром, они противоположны по сути. Синдром неадекватный, инопроприэйт, избыточный, неадекватно избыточный секреции антидиуретического гормона и мозговой солетеряющий синдром. То есть синдром, приводящий к выведению натрия из организма и к развитию гипонатриемии. Мозговой солетеряющий синдром. Его генез неизвестен. Обсуждается и участие натриуретических пептидов, и снижение уровня минералокротикоидных гормонов. Но суть в том, что происходит потеря выведения натрия из организма. Потеря через почки натрия. За ним начинает выходить вода, и фактически тоже формируется полиурия. Но полиурия приводит к развитию умеренной или выраженной гипонатриемии и дегидратации. Синдром неадекватной секреции вазопресина. В силу различных причин травм, повреждений хирургических генецифальной области происходит разрушение клеток гипоталамуса со спонтанным выбросом антидиуретического гормона в кровь. И он внезапно повышается, его уровень повышается. Он выше необходимого физиологического уровня. Соответственно, свободная вода задерживается, потому что почки реализуют задержку свободной воды, формируется олигурия, и пациент становится гипергидратированным и с развитием гипонатриемии. Это дифференциально-диагностические критерии. Понятно, что здесь задержка воды, а здесь потеря натрия. Это суть, есть их отличий, но здесь принципиально будет отличаться терапия этих состояний. Прекрасно вы это понимаете. Это еще помощь в дифференциальной диагностике синдрома неадекватной секреции вазопресина и мозгового соль теряющего синдрома. Терапия синдрома неадекватной секреции вазопресина. Еще раз, я говорю, что это ситуация, связанная с задержкой свободной воды. При стабильном неврологическом статусе, как правило, это происходит, когда нет критического снижения натрия в плазме. Просто ограничивается потребление жидкости внутривенно, если требуется использовать только физиологический раствор натрия хлорида. Вот за рубежом активно воптаны используются, но у нас они регистрируются, я думаю, что они тоже придут скоро к нам на рынок. Это антагонисты антидиуретического гормона. При нарастании неврологической симптоматики, общемозговая или судорожная состояние, это довольно бывает часто при резком снижении натрия. Обычно вероятность этого возрастает при снижении натрия ниже 125 ммол на литр. Необходимо использовать экстренные ургентные мероприятия в виде введения гипертонического раствора натрия хлорида в течение определенного промежутка времени с использованием салуретиков. То есть мы вводим натрий и пытаемся забрать лишнюю воду таким способом. Терапия синдрома cerebral soul wasting, избыточной потери соли. Соответственно, направление другое. Происходит потеря соли и обезвоживание организма. Поэтому мы должны восполнять дефицит соли и воды. Соответственно, на этом основывается терапия. Основывается инфузионная терапия. В помощь как симптоматический метод, потому что участие в патогенезе гормонов минералокротикоидов не доказано. Но все-таки препараты минералокротикоидов гормонов типа флоткортизона используются для усиления реабсорбции натрия в почечных каналах. Кратко об общих принципах коррекции гипонатриемии. Еще раз классификация. Умеренно выраженная. От 135 до 125 выраженная. Ниже 125 или резкое снижение в более чем 0,5 ммоль в час. Здесь очень плохо реагирует на такие резкие изменения центральной нервной системы. Острая гипонатриемия. Меньше 48 часов. Хроническая больше 48 часов. Или когда пациент поступает, а длительность гипонатриемии неизвестна. Почему? Значит, кратко существующая гипонатриемия вызывает только так называемую раннюю адаптацию, что реализуется выходом электролитов из клеток. Иначе их разорвет из-за того, что в плазме натрий снижается и вода притекает в клетки. Электролиты для поддержания своего стабильного состава клетки активным транспортом выводят из себя электролиты. Здесь возможна быстрая коррекция. Если гипонатриемия существовала больше 48 часов, происходит поздняя адаптация с выходом органических асоматически активных веществ. И вот здесь быстрая коррекция недопустима, потому что именно в этой ситуации возможно развитие мелинолиза. Осложнение гипонатриемии. Ещё раз, отёк мозга, то есть это такие неврологические проявления. И мелинолиз, как понтинный, так и экстрапонтинный, естественно, мелинолиз происходит во всех отделах головного мозга при неадекватно быстрой коррекции хронической гипонатриемии, хронической, существующей более 48 часов. Асоматически геморизирующий синдром, повреждение белого вещества, моста мозга впервые был описан как понтин, мелинолиз, так и всех других отделов мозга. Факторы. Осроченная диагностика, понятность, сопутствующая гипоксия, как правило, пациента нарушают сознание, нарушают дыхание, гипоксия нередко. Неадекватно слишком быстрая коррекция, сопутствующий алкоголизм и гипотрофия, ну и длительный период гипонатриемии от начала терапии. Для предупреждения демиллинизирующих синдромов, темп коррекции острой гипонатриемии, которая существовала не более 48 часов, не более 24 ммоль в сутки. Хронической не более 0,5 ммоль в час, но не более 10 ммоль в сутки. И то некоторые авторы считают, что это слишком быстро. Вот наша пациентка, которая оперирована была в декабре 2008 года по поводу краниофарингеома. Радикально директором удалена была интервентрикулярная краниофарингеома с разрушением дна. И пациентка, имея несахарный диабет после операции, проявление надпочечниковой недостаточности, была в декабре месяце выписана домой на заместительной терапии. Она одновременно получала препараты минирина и препараты коры надпочечников. Она получала картеф. Дома родственники не очень адекватно за ней следили и давали минирин, а картеф не давали. В результате она поступила к нам в институт в коме с натрием 105 ммоль на литр. И вот это в режиме TVI вы видите, как нарушено содержание воды, связанной с мелинолизом. У неё в различных отделах мозга. Как у неё всё светится? И подкорковые структуры, и таламус. Фактически весь мозг у неё пострадал. Она как к нам поступила в коме, так несколько месяцев находясь в коме, не приходя в сознание, потом скончалась. Вот такой вот мозг у неё был на вскрытии. Вот это всё очаги мелинолиза. Масса ещё петахиальных кровоизлияний, в общем. Вот таким образом всё это проявляется. Конечно, это уже такие ситуации слабосовместимой жизни. Специфика ВН. Водных кликок нарушений при тяжёлой черепно-мозговой травме. Всё это хорошо, это абстрактные существующие синдромы. Но вы все люди, которые видели пациентов с травмой, понимаете, что когда пациент поступает с тяжёлыми водно-мозговыми нарушениями, с несахарным диабетом, при этом он имеет отёк мозга и внутричерепную гипертензию, возникает конфликт интересов, что называется. Мы должны, с одной стороны, бороться с отёком мозга и поддерживать норму или гиперосмию в ряде ситуаций. А с другой стороны, мы должны компенсировать проявления несахарного диабета, которые теоретически могут вызвать гипоосмолярное состояние и задержку воды. Гипернатриемия. До 16% пациентов центральный несахарный диабет. У мужчин чаще. Наибольшая вероятность водно-мозговых нарушений у пациентов 15-24 лет и после 70 лет, а также у детей младше 5 лет. Фактор риска развития несахарного диабета после тяжёлой черепно-мозговой травмы. Тяжёлое коматозное состояние. Переломы основания черепа. Естественно, вы понимаете, что там возможно механическое воздействие на гипоталамогипофизарные структуры. Наличие крови в хиазмальной цистерне. Остросердечно-сосудистые недостатки. Травмы грудной клетки. Но это такие общие циркуляторные нарушения. Кровозрение желудочную систему мозга у детей. Несахарный диабет после тяжёлой черепно-мозговой травмы. Преимущественно острый. Развивается в первые десятые сутки после тяжёлой черепно-мозговой травмы. Транзиторный регресс в течение периода 48 часов. Важно. Как правило, он вызван отёком гипоталамогипофизарных структур. Это понимание важно для планирования терапии. Вот смотрите. Алгоритм, который мы нашли всего лишь в одной работе. Нам он показался удачный. Как предлагают западные коллеги подходить к коррекции несахарного диабета. Первое. Значит, вот поступил пациент, и он у нас становится подозрительным на развитие несахарного диабета. Мы видим у него полиурию, повышение темпа диуреза в течение определённого промежутка времени. Надо исключить, естественно, избыточное введение жидкости, гипергликемию и возможный эффект на манитол. У пациентов с истинным несахарным диабетом осмолярность мочи будет ниже, чем у пациентов после использования манита. Потому что, естественно, манита выходит с почкой. Но если это исключается, коллеги предлагают нам понять, есть смерть мозга у этого пациента или нет. Если этот пациент квалифицируется как пациент со смертью мозга, и он рассматривается как потенциальный донор, то предлагается агрессивная коррекция проявлением несахарного диабета введением препарата вазопрессина и нормализации темпа диуреза и агрессивным восполнением дефицита свободной воды. То есть мы фактически в этой ситуации не думаем про сохранение мозга. Если же исключается смерть мозга, то есть мы продолжаем бороться за головной мозг. И видим проявление несахарного диабета, формирование гипернатриемии. Предлагается в течение первых 24 часов от появления симптоматики восполнять не более 50% дефицита свободной воды, рассчитанной по формуле. И здесь очень тщательный подход к мониторированию снижения натрия. Опять же, из-за боязни потенциирования отека мозга и внутричерепной гипертензии. И только ко вторым суткам при сохранении диуреза, высокого темпа диуреза, предлагается начало использования препаратов вазопрессина. То есть практически в течение 48 часов в основном компенсация за счёт инфузионной терапии, которая и то несколько запаздывает за темпом диуреза. Синдром неадекватной секреции вазопрессина у пациентов с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Редко развивается при повреждении гипоталамуса. Редко, как правило, отсрочен на фоне развития расширения желудочковой системы и расширения инфандибулярного быстрее развития менингита посттравматического. Вот так мы схематически изобразили сроки развития различных вариантов подвига и нарушений после черепно-мозговой травмы. И вы видите, что определённая проекция на период посттравматической болезни помогает нам, это как бы вероятность развития, помогает нам диагностировать и, скажем так, планировать наши действия. Кратко про субаркетальные кровозлияния, потому что здесь есть некоторый момент, который, мне кажется, интересен для обсуждения, и вы должны тоже его иметь в виду. Понятно, я думаю, что вы сталкиваетесь с пациентами субаркетальные кровозлияния. Очень вероятно развитие гипонатриемии. Все вы видели у пациентов после тяжёлых субаркетальных кровозлияния развивается гипонатриемия. Несахарный диабет – довольно редкое явление для пациентов субаркетальным кровозлиянием. Несахарный диабет обычно развивается при непосредственном механическом воздействии аневризм на гипоталамогипофизарные структуры, либо при тяжёлом течении субаркетальным кровозлиянием развитие полигормональной недостаточности. Гипонатриемия – высок риск, причём у пациентов тяжёлых, с значительным повреждением мозга 3-4 балла по хант-хез, плюс гидроцефальное решение желудочка. И гипонатриемия – независимый фактор неблагоприятного исхода при субаркетальных кровозлияниях. Вот смотрите, вот эта схема, которая, мне кажется, довольно важной. И вы в клинической своей практике, просто сейчас активно обсуждается в литературе, с этим, я думаю, будете сталкиваться. Если пациент развивает при субаркетальном кровозлиянии гипонатриемию, сейчас гипотетизируется, что основной генез первоначальный – это развитие натриоэтических пептидов в результате попадания крови в субаркетальные пространства. Они вызывают полиурию с потерей натрия. Возникает гиповолемия и гипонатриемия. И на гиповолемию организм реагирует выбросом антидиуретического гормона. Потому что второй физиологический стимул, на который реагирует антидиуретический гормон, гипоталама с выбросом антидиуретического гормона, помимо повышения осмолярности, это явление гиповолемии. И получается, что в генезе снижения натрия существует смешанный механизм. И по мнению многих авторов, любая гипонатриемия, которая начинается с натрия уреза, она всегда в своём патогенезе имеет дополнительный выброс антидиуретического гормона. То есть есть некий сочетанный смешанный патогенез. И это определяет устойчивость гипонатриемии и трудность её коррекции. Вот так мы схематически представили, как выглядят варианты водных нарушений, сроки их развития на период после кровоизлияния. Вы видите, что всё-таки наложение их в определённые сроки помогает тоже принять, сориентироваться, что наиболее вероятно в этой ситуации, когда мы можем чего ожидать. Почему всё это надо? Понимание специфики водных нарушений позволяет прогнозировать развитие отдельных вариантов и, возможно, их трансформацию при различной патологии мозга. Соответственно, если мы понимаем, мы можем прогнозировать, в какие сроки мы ожидаем какой вариант, это оптимизировать терапию, потому что мы уже готовы с большей вероятностью к правильным действиям. Мы не совершаем ядрогенных вещей, потому что если при соль-теряющих синдромах мы будем давать минирин, то, естественно, мы получим усугубление гипонатриемии и дополнительное снижение, дополнительное повреждение головного мозга. На нашем сайте эта лекция будет выложена, как и другие лекции. Там есть ещё лекции, посвящённые водно-летворительным нарушениям у пациентов соплино-головного мозга. Она несколько специфична, потому что она создана на основе серьёзной и такой обширной хирургии генцифальной области, которая, в принципе, я думаю, вряд ли в таком объёме представлена в ваших лечебных учреждениях. Но, может быть, конечно, для вас интересно, потому что сейчас расширяется объём нейрохирургической помощи на местах.